Территория пустыни кажется на первый взгляд безжизненной. Отсутствие воды, дневной зной и пронизывающий холод ночью под силу выдержать немногим животным. Однако некоторые удивительные существа приспособились и к таким суровым условиям существования. О некоторых таких животных мы сегодня и поговорим. Начнем с ящерицы молох. Одно из самых странных и удивительных животных, населяющих пустыню Австралии. Эта покрытая колючими наростами ящерица питается только черными муравьями, ловя их длинным липким языком. К тому же это живот никогда не пьет. Влагу ящерица приспособилась получать через кожу. Утренняя роса или редкий дождь смачивают поверхность кожи молоха и влага по мельчайшим канальцам между кожными чешуйками. Стекает к краям рта ящерицы и постепенно проглатывается. Намокнув, ящерица увеличивает свой вес на 25-30%. Билби или ушастый солнчатый барсук. Чрезвычайно редкое млекопитающее, обитающее в пустынных районах Австралии. Этот ушастый маленький зверек активен по ночам. Питается насекомыми, мелкими грузунами и кореньями. Дневную жару пережидают в прохладных норах. Хозяйственная деятельность человека привела вид на грань исчезновения. Лишь малые группы билби сохранились в трудодоступных глухих местах. Газель Докрас. Небольшая газель, живущая в пустыне Сахара, считается самым приспособленным животным для жизни в засушливых районах. Она может всю жизнь не пить ни гладка воды. Необходимую влагу организм получает из растительной пищи. Иногда газель слизывает росу, собравшуюся на листьях. Питается практически любой доступной растительной пищей, травой, побегами кустарников, ветками деревьев. Из-за незаконной охоты, существование этих газелей находится под угрозой и вид занесен в Красную книгу. Плащеносный броненосец. Это странное существо со щитовым панцирем на спине. Обитает в сухих лугах и песчаных участках Патагонии. Очень осторожен, днем предпочитает прятаться в норах. В случае опасности способен почти мгновенно закопаться в песок. Ночью выходит на охоту, питается муравьями, улитками, червями и некоторыми растениями. На охоте под охраной, угрозу виду создает деятельность человека, связанная с выбосом скота на территориях обитания броненосца. И последним будет на сегодня антилопа Джейран. Эти небольшие изящные антилопы когда-то широко населяли пустыни и полупустыни Евразии. Животные наделены острым слухом и хорошим зрением. При любых признаках опасности обращаются в бегство, иногда развивая скорость до 60 км в час. Многолетняя охота за вкусным мясом Джейрана чуть не привела к полному уничтожению вида. Сейчас антилопа находится под охраной. Это были несколько редких животных в пустыне. Напишите если вы еще что-то знаете об этих удивительных существах. Будем рады если подпишетесь на канал, поставите лайк и нажмете на колокольчик. До скорого!